То Бог ель, и я, то Бог наш. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. В этот день, в этот праздник люди приходят в Храм Божий для того, чтобы помолиться и освятить яблоки, виноград и начатки овощей. И в жизни так складывается, что когда в церкви что-то святят, всегда много людей. Поэтому и церковь установила, чтобы в этот день люди освящали яблоки и все остальные плоды. Но главное здесь не яблоки и виноград и все остальное, а главное преображение нашей души, преображение нашей жизни. Почему? Потому что все мы суетимся в жизни. И жизнь нас затягивает, что у нас не хватает времени ни на молитву, ни вспомнить, для чего мы живем. А мы живем для жизни вечной. Поэтому и церковь, освящая вот эти плоды, призывает, чтобы мы сами освящались, чтобы мы духовно преображались. И вот церковь напоминает нам о том событии, которое произошло много лет назад, когда Господь сказал своим ученикам, что есть некоторые и стоящие здесь, которые не вкусят смерти, как увидят Царство Божие, пришедшее в силе. Как говорится в Священном Писании, что через шесть дней Господь взял ближайших учеников Петра, Иакова и Иоанна и взошел на гору, чтобы помолиться. И вот когда он молился, то лица его просияло, как солнце, одежды сделались белыми, как снег. И апостолы, когда на расстоянии были, подняли головы, увидели Христа преобразившимся, они очень изумились. И тогда апостол Петр, не понимая, что от радости, не зная, что говорит, сказал, Господи, хорошо нам быть здесь. Хочешь, сделаем три кущи, то есть три палатки, тебе одну, Моисею одну и Ильи. Потому что явились также и пророки, пророк Моисей и пророк Илья, которые беседовали с Господом о его исходе из этой жизни. И когда он говорил это, то явилось облако, и из облака услышали голос, голос Бога Отца, который сказал, что сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение, Его то слушайте. И вот апостолы, они даже испугались, видя такое великое чудо. И как говорят святые отцы, что почему явились Моисей и Илья? Для того, чтобы показать, что Христос не является противником Моисеева закона. Потому что законники и книжники неоднократно обличали Спасителя, что Он нарушает закон Моисея. Если Он совершал какие-то добрые дела в субботу или какие-то праздничные дни, вот, например, исцелил человека больного или там хромого, или там глаза слепому открыл, и вот законники, они видели вот эти чудеса, говорили, что есть 6 дней, когда можно работать, совершать какие-то дела, то все приходите и исцеляйтесь, а не в субботу. То есть они запрещали в субботу совершать какие-то, даже добродетели совершать. Поэтому Его обвиняли, что Он нарушает закон Моисея. Но здесь Господь показал ученикам, что Он не является противником закона Моисея. Господь сказал, что Я пришел не нарушить закон, а исполнить закон. Святая Церковь призывает, чтобы мы преображались. Свет Христов просвещает всех. И сам Христос пришел на землю, чтобы мир преобразился, чтобы каждый человек стал лучше в жизни. Если другие там ругаются, иногда бывает так, пришел на рынок и слышишь одну ругню. Мы сами должны избегать вот таких разговоров. И своей жизнью мы должны преображать мир вокруг себя. Как Господь сказал своим ученикам, что вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то она уже ни к чему не годна. И вот апостолы своей жизнью, своей проповедью, они заквасили вот этот мир возле лежащий. И они светом Христовой истины проповедовали Слово Божие. И шли по этой земле и учили народ всем заповедям Божьим. Когда строился наш кафедральный собор и уже решили строить предел, потому что вначале была построена только центральная часть собора, потом со временем пристроили одну сторону и другую. Вот когда решили строить правую сторону этого собора, то в этот год как раз был прославлен святитель Митрофан Воронежский в лике святых. Прославленный угодник Божий, очень почитаемый народом. И было принято, чтобы посвятить этот предел святителю Митрофану Воронежскому. Как известно, этот угодник Божий своими трудами, молитвами и благочестием достиг чистоты и совершенства и стал местилищем Духа Святого. Поэтому мы призываем, чтобы верующие люди пришли в этот день в Храм Божий, в Кафедральный собор, чтобы прославить этого великого угодника Божия. Почему именно великого угодника Божия и почему надо приходить? Вот в жизни так бывает, когда у наших знакомых, близких или родных день рождения или какой-то праздник. Мы обычно, как минимум, постараемся позвонить, поздравить человека с праздником, пожелать ему всего самого наилучшего. Поэтому и мы, верующие люди, должны уважить и прийти и прославить этого угодника Божия. Потому что, как в жизни бывает, что если мы прославляем угодников Божий, то и они за нас ходатайствуют перед Богом, перед престолом Божиим в своих молитвах. И надеемся, что их молитвами Господь и нас не оставит своей милостью и покрыет от всякого зла. Обращаясь к святым угодникам Божиим, мы получаем помощь от Бога. Вот так, например, в жизни бывает, человек пришел, говорит, мы хотим поблагодарить святителя Николая или кого-то из угодников Божьих. Мы им молились, и Господь услышал, и получили просимое. Обычно в практике нету благодарственного молебна святым угодникам Божьим. Потому что благодарственное молебно только Господу Богу. Все от Бога по молитвам угодников Божьих. Поэтому то, что мы прославляем святых угодников Божьих, это хорошо и это правильно. Но все, как говорится, получаем от Бога. Некоторые люди говорят, зачем нам посредники, как мы можем сами с Богом общаться и молиться. Если так подходить, то не было бы смысла самому Христу приходить на землю и спасти род человеческий. Что, в Ветхом Завете люди не могли общаться напрямую с Богом и получать ту благодать? А видно, не могли. Господь сказал, по вере вашей да будет вам. И мы молимся святым угодникам Божьим, чтобы и они ходатесули о наших просьбах перед Богом. Но все зависит от веры у человека. Мы знаем, что святитель Митрофан Воронежский при жизни помогал очень многим людям. Он и тюрьмы посещал, он и нищих посещал. И он не только любил церковь и духовную жизнь. Он любил и наше земное Отечество. Он очень многие средства жертвовал для строительства морского флота. Когда не хватало денег в государстве, он церковные деньги жертвовал на строительство морского флота и тем самым помогал государству. И он снискал уважение не только от простых людей. Его уважал очень царь Петр Великий. Поэтому он своей жизнью как бы показал, что надо в жизни все делать и мирские дела, но и Бога не забывать. Не забывать, что мы призваны для жизни вешенной, для спасения своей души. Поэтому мы молимся Богу и просим, чтобы святитель Митрофан Воронежский тоже помогал нам грешным на пути нашего спасения. Поэтому любая молитва, она идет с пользой для человека, если она идет от чистого сердца. Господь сказал, что просите, и дано будет вам. Стучите, и откроют вам. Поэтому здесь мы должны просить у Бога помощи, но опять-таки мы не должны впадать в крайности, мы не должны думать, что Господь нам кинет с неба, а мы должны прилагать к этому какие-то усилия, какие-то труды. Мы должны трудиться и просить у Бога помощи. Потому что если мы только думаем, что это мы чего-то достигаем, то это неправильно. Потому что если Господь не поможет нам, не даст здоровья, то мы не сможем заработать и куска хлеба, и все остальное. Поэтому мы можем просить все, что угодно. А пойдет ли это нам на пользу? Вот всякое в жизни бывает. Если действительно человек нуждается в чем-то, то Господь ему пошлет. А если какие-то вещи, которые могут навредить человеку духовному или еще как-то, то Господь может и не дать то, что мы просим. Прежде всего надо молиться о спасении наших душ. Как написано в Священном Писании, что ищите прежде Царства Небесного и правды Его, а все остальное приложится вам. Поэтому мы должны молиться, чтобы Господь грехи простил, чтобы Господь даровал нам здоровье, благословил нашу страну, нашу семью, наших близких, чтобы мы жили в мире и единомыслии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова